Идем в магазин Магнит на Кирова 20. Посмотрим, как они реализуют товары. Как обычно, срок годности у них не ограничены на что. Опять. Ладно, пойдем в другой посмотрим. Рановато приехал, тут до 20-го есть. Будем до 10-го, изготовлен в 16-го, а здесь все остается свежее, до 26-го. Идем в магазине. Нет. Верните мне, пожалуйста. Мне назад верните. Отдать вам? Не хотят пробить никаких выпитников. Юлия Васильевна, подойди, пожалуйста. Скажите, что он вас не пробивает. Ну, пробивает. Ну, а в чем проблема? Макированный товар, запрещен продажу. А что делать? Ну, давайте 24 рублей. Мы не можем его пробить. Почему? Потому что он запрещен продажей. Почему? Ну, запрещен продажей. А можно заснять компьютер у вас, что у вас там написано? Если у вас просроченный товар, он у вас не пробивает. Правильно? Да. Это 100%? 100%. Только он не завтра будет просрочен, а он 9-го был последний день, а сегодня 14-го. 5 суток просрока, 5 суток. Давайте проверим, другие не зависит. Товар, который по QR-коду, он пишет, что если просрочен, не пробивается. Без QR-кода он проходит. Это давно такое было. По-моему, это даже в перекрестке есть, что если QR-код есть, просто по QR-коду? Да, по QR-коду не проходит. А любой товар, если нет у QR-кода, то просроченный или непросроченный? Нет, в пятерочке проходит. Везде проходит, кроме магнита получается. Все-таки они первые, кто вбел это. Обратим на это внимание. Сейчас просто нет смысла нам здесь что-то еще искать. Почему? Потому что сейчас каждый товар в наших руках будет проверяться на строгу. Естественно, нам лично его не продадут. Кому-то другому продадут, но нам не продадут. Потому что под камер, естественно, придется. Поехали другому режиму. Поехали другому режиму. Решили зайти еще вот в этот замечательный магнит. Здесь я когда-то очень давно был. Еще один. Было очень много просрочки. Вот решили зайти. Это у нас Кирово 32, город Мурманск. Ну, сейчас пойдем посмотрим, как у них. Соблюдают они сроки годности, снимают ли просрочку. Если нет, то будут наказаны. Пойдем. Поехали. 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 Так, у них, наверное, тоже тут сроки годности. Ну, сроки годности у них все их неограничено. Конечно. Аааа. Ой. Поехали. Поехали. Нашел. Поехали. Поехали. Спасибо за покупку. Всего хорошего. Спасибо. Владимир Владимирович, надо будет лучше видно, да, вот на черном? Наверное, администратора, да? А как бы нам директора, вы видите ли администратора, где замдиректора, кто вас? Директора вот этого, ну, отчастничка. Так, пригласите нам, пожалуйста. Нам продали только что просроченный товар, просроченный на 5 суток. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья, я директор магазина. Наталья Ибрагимова. Мы нам продали товар с истекшим сроком годности, просроченный на 5 суток. Чек, может, можно, я вам делаю возврат? Мы сейчас вернемся, похоже, просто я вам... Хорошо. Смотрите, входим до 10-го, на 10-го. Угу, я вам делаю возврат. Хорошо. Для чего директору показали, чтобы она не сказала, вы там ушли, да принесли просрочно, а сомнение будет хорошее. Цена была показана, да, да. Пойдем, Владимир Владимирович? На основании доверенности, Мамая Владимирович, оригинал доверенности, поверьте, если сомневаетесь. Копия для вас? Хорошо. Держите копию доверенности, копия искового заявления для вас. Угу. Так, на нашем эзотерии просто отметочку поставьте, чтобы... Ничего, я вам на ваши документы ставить не буду. Почему? Пойдемте, я вам делаю возврат. Можно, пожалуйста, товар и чек? Чек сейчас дадим. Товар мы утилизировали, выкинули в помойку. Не, его надо для возврата. Для возврата нам достаточно чек. Можно поискать в помойке, поискать, походите. Так, вот чеки вам дают. Соответствую, 503-я статья гражданского кодекса. Угу, спасибо. Ну что, Владимир Владимирович, виск мы им вручили. Она его приняла, она сказала, я взяла. Все. Подаем вычку теперь.